Доброго времени суток всем дорогие друзья, с вами Станиславский. Несколько недель назад, YouTube одолел мой первый авторский ролик, посвященный Даниилу Квяту, по причине того, что в нем был 15-секундный видеофрагмент, позаимствованный с другого канала. Чтобы вы понимали всю его важность, он был снят на обычный мобильный телефон и с 2015 года набрал чуть больше 500 просмотров. Все мои попытки найти компромисс с оригинальным автором оказались тщетны, ведь он уверял меня, что этот ролик крайне важен для него и он не может допустить, чтобы он попал в чужие руки. Особенно учитывая, что обнаружил он это через полгода после публикации моего видео. Так что под угрозой получения очередного страйка мне ничего не оставалось, как принять его требования и удалить видос. Поэтому, как говорится, дай бог ему здоровья, всего хорошего, но я подумал, что добру-то пропадать. Самое простое, что можно было сделать, это просто заменить фрагмент, из-за которого начался весь сербор и перезалить ролик. Но так как он создавался еще в январе, то мало того, что запись звука велась на старый щепящий микрофон, так еще и все прогнозы на предстоящий сезон уже были естественно неактуальны. Поэтому я решил немного его модернизировать, а заодно и исправить все косяки. Поэтому представляю вашему вниманию историю Данила Квята в версии 2.0. В 2013 году Квят вместе с Карлосом Саенсом начал выступать в Гран-при 3 за команду Арден. К слову, данный коллектив был основан Кристианом Хорнером, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в этой команде оказалось сразу два пилота из программы поддержки Red Bull. Оба гонщика откровенно провалили начало сезона. Они не слишком уверенно чувствовали себя на новой технике, из-за чего Карлос Саенс дважды подвергался дисквалификации в гонках, часто попадал в аварии и, несмотря на неплохую скорость, закончил год лишь десятым. Даниил же во второй части чемпионата обрел уверенность в своих силах и, выиграв три длинные субботние гонки подряд, сначала догнал группу лидеров, а затем и вовсе возглавил личный зачет, в итоге привезя ближайшему сопернику 30 очков. Такой результат смог произвести впечатление на руководство Red Bull. А учитывая, что Марк Вебер объявил о завершении своей карьеры по окончанию сезона, а также очевидное превосходство Даниила над Саенсом в то время, Хельмут Марка, недолго думая, пригласил Квята для участия в тестах за команду Тора Росса на два оставшихся гран-при, проходивших в США и Бразилии, по результатам которых он и был выбран в качестве боевого пилота на следующий сезон. Его напарником по команде стал Жан Эрик Вернь, который проводил уже третий сезон в F1 и казался действительно серьезным соперником для молодого россиянина. Но на своем первом же гран-при Квят сумел занять 10 место, благодаря чему он стал самым молодым гонщиком в истории Формулы 1, сумевшим набрать очки, таким образом отобрав этот титул у самого Себастьяна Феттеля. В следующих гонках Даниил показывал сопоставимые с напарником результаты, но учитывая, что уже тогда болиды Тора Росса не отличались высокой надежностью, Квят выдал серию из пяти гран-при, где четырежды не добирался до финиша из-за различных технических проблем. Впрочем, руководство оставалось довольным его действиями, чего стоит лишь один момент в Монце. Пропустить их всех, пропустить надо Киме сейчас, и вот теперь можно, если все, конечно, в порядке с тормозами, атаковать, господи. Концовку сезона россиянин провел достаточно боевито, и даже несмотря на проигрыш напарнику в личном зачете, Квят раньше его продлил контракт с Тора Росса. Ну а дальше произошло нечто. Как-то раз, проснувшись ранним субботним утром, чтобы посмотреть квалификацию гран-при Японии, я, отчаянно стараясь не уснуть, вдруг услышал радостные крики Алексея Попова из телевизора. С вами вновь Россия 2, в прямом эфире Страция Сузука. И для тех, кто проснулся сейчас, для тех, кто в это радостное для нас субботнее утро к нам присоединяется, и для тех, кто еще не слышал эту новость, грех не повторить. Квят в Редбуле, квят в Редбуле, ля-ля-ля-ля-ля. Квят в Редбуле, друзья мои. Не понимая, правда это Илья все-таки просто отрубился. Я вышел в интернет с таким вопросом. И найдя подтверждение на официальном сайте Редбула, я начал радоваться вместе с российским голосом Формула-1. Из старшей команды неожиданно решил уйти Себастьян Фетталь, вместо которого Даниил и занял. В 2015-м Редбул все еще имел большие проблемы с техникой, и постоянно ругаясь и обвиняя силовые установки Рено во всех своих бедах, в начале сезона их болиды нередко уступали даже своим младшим братьям, использующим, кстати, точно такие же двигатели. Впрочем, на Гран-при Монако, где значимость мотора не так важна, Квят и Рикьярдо уже в квалификации смогли обеспечить себе позиции в первой пятерке, а в гонке лишь подтвердили свой темп. Квят, чуть уступивший своему напарнику в скорости на одном круге, в гонке выглядел куда лучше и смог выйти вперед. Однако ближе к концу с командного мостика поступил приказ пропустить австралийца вперед, чтобы тот попытался побороться за подиум. Но буквально перед финишной чертой Дэн все-таки вернул свою позицию, тем самым показав, что он честный игрок. В дальнейшем техника позволяла пилотам австрийской команды бороться лишь на грани очковой зоны, а следующий шанс побороться за высокие позиции пришелся на гран-при Венгрии, где благодаря собственным обгонам, а также столкновениям Рикьярдо с обоими мерседесами, Квят поднялся с седьмой стартовой позиции на вторую финишную, что позволило обновить лучшее достижение российских пилотов Формулы-1 со времен подиума Виталия Петрова. В следующей гонке в Бельгии Даниил квалифицировался лишь 12-м, но благодаря множеству эффектных обгонов он финишировал на четвертом месте, оставшуюся часть сезона россиянин провел лучше своего напарника по команде, что позволило ему обогнать австралийца в личном зачете, который годом ранее смог победить самого Себастьяна Феттеля. Однако в защиту Рикьярдо нужно заметить, что он был лучше в квалификациях и закончил год с отсчетом 12-7. Сезон 2016 начался для Квята неудачно. Точно так же, как и в прошлом году, в Австралии его машина заглохла еще на прогревочном круге. В Бахрейне он сумел провести неплохую гонку и набрать очки, а в Китае даже завоевать подиум, во многом благодаря своему знаменитому проходу торпеды. И как бы Себастьян не ругался после гонки, но его столкновение с Кимми произошло по его вине. Просто потому, что от неожиданного маневра Квята он испугался и рефлекторно отвернул в сторону его партнера по команде. Если существует возможность обогнать, значит тебе обязательно нужно попробовать это сделать. Именно так действует настоящий гонщик, поэтому в тот день Квят абсолютно заслуженно оказался на подиуме, и лично я был полностью на его стороне. Но, несмотря на все это, благодаря очень грамотным политическим играм Ферстаппенов вне трассы, руководство Red Bull окончательно и бесповоротно приняло решение о переводе Макса в основную команду. Поэтому его повышение было лишь вопросом времени. И, к сожалению, такой повод дал им сам Квят. В следующей гонке, которая, кстати, проходила именно в России, он дважды столкнулся с Феттелем, тем самым выбив его из гонки. После такого Себ даже пошел жаловаться на командный мостик Red Bull, но разве может быть более идеальный вариант? С одной стороны, у них появились причины для реализации своих планов, а с другой, они уже откатались в России, где болельщики, как бы это помягче сказать, были бы не слишком довольны решению по замене проведи они ее раньше. В итоге с пятого этапа Даниил оказался в Тороросо и, не справившись с психологическим давлением, показал далеко не самые убедительные результаты на фоне Карлоса Саенса. В Монако, Баку, Австрии, Монце и Абу-Даби он не добирался до финиша, а за все остальные гонки вместе взятые. Смог набрать всего лишь 4 очка. В 2017-м Квяту дали еще один шанс, но стараясь всех впечатлить и что-то кому-то доказать, он допустил несколько серьезных ошибок, в частности в Сильверстоуне, столкнувшись со своим напарником по команде и спровоцировав аварию на старте Грам-при Австрии. Поэтому уже после гонки в Сингапуре было объявлено, что в следующий уикенд Квята заменит Пьер Гасли, который годом ранее стал чемпионом Формулы 2. Такая замена казалась нечто очевидным и лично я полностью это признавал. Однако после того, как Сайенс объявил о своем уходе в Рено, я все-таки надеялся, что Даниил останется в команде. Но тут откуда ни возьмись появился Брэндон Хартли. Если к замене Пьера я относился абсолютно нормально, то вот в случае с Брэндоном я до сих пор не понимаю мотивации Хельмута Марка. Хартли не был молодым и перспективным, как Гасли. Он действительно добился великолепных результатов в ЭК и показывал там высокий уровень. Но все-таки, в сравнении с Формулой 1, это абсолютно разная техника. Гран-при США, на который вернули Квята, стал для него последним. На нем он как раз выступал вместе с Брэндоном и в отличие от него смог заработать очки. Конечно, такое сравнение не слишком объективно, ведь разницу в результате можно было списать на отсутствие вката у Хартли. Однако в трех оставшихся гран-при Гасли регулярно опережал новозеландца и в целом выглядел гораздо лучше. Но, как говорится... Впрочем, это уже совсем другая история. 25 октября Хельмут Марка объявил, что Квят больше не вернется в команду и был исключен из программы Red Bull. После этого долгое время от Даниила не поступало абсолютно никаких новостей. Не было не то что официальных заявлений, но даже слухов, которыми так славится пардок Формулы 1. Но в конце концов, в 2018 год Даниил Квят был нанят командой Феррари в качестве пилота по развитию. Его менеджером стал Николя Тодд. Для тех, кто не знает, это сын Жана Тодда, который в данный момент является главой Международной Автомобильной Федерации ФИА. Николя работает с такими гонщиками, как Филиппи Масса, Шарли Клер, а также в скором будущем к ним присоединится и Мик Шумахер. Поэтому результат его трудов не заставил себя долго ждать. В сентябре 2018 года начала появляться информация о возвращении Квятов Торороса. И 29 числа на Гран-при России об этом было объявлено официально. Конечно, можно говорить о расторопной политике Хельмута Марка, который своими жесткими исключениями спровоцировал ситуацию, при которой на место в младшую команду практически не было кандидатов из собственной программы поддержки Рэдбул. Но все-таки перерыв действительно пошел Квяту на пользу. В своих интервью он начал выглядеть куда более спокойно и жизнерадостно. Он снова обрел уверенность в своих силах и, избавившись от тяжелого груза психологического давления, действительно стал одним из лучших вариантов на место боевого пилота. Однако в начале сезона после своего возвращения казалось, что вместе с ним вернулись и прежние неудачи. Во-первых, он вновь часто попадал в инциденты, причем далеко не во всех из них он был виноват. Но какая в этом разница? Если главное, что из-за них он терял возможность бороться за относительно высокие позиции. Кто-то говорил, что виной всему его репутация, ведь прозвище Торпеда от него так и не ушло. Поэтому, когда происходил очередной инцидент, то чаще всего именно на него испускали всех собак. Во-вторых, где-то и команда продолжала чудить и допускала абсолютно беспринцедентные ошибки. Как, например, в Бахрейне, когда на решающую попытку в квалификации они поставили Квяту уже изношенный комплект резины, из-за чего он не смог побороться за более высокие позиции. В общем, нужно было что-то менять. И, видимо, учитывая свой предыдущий опыт, Данил провел работу над ошибками. Он научился избегать инцидентов в начале гонки, стал более хладнокровным и рассудительным в борьбе на трассе, стараясь не просто отыграть какую-то конкретную позицию, а в первую очередь думать о гонке в целом, работая на конечный результат. А в купе с отличной скоростью, которой он и так всегда обладал, все это дало свои плоды. Его выступления стали гораздо более стабильными. Практически на каждом гран-при он выжимал максимум из своего болида, тем самым реализовывал тот потенциал, который действительно имелся у его машины. Это позволило ему не только серьезно улучшить свое положение в турнирной таблице, но и положить начало изменению отношения к нему как к гонщику. А недавняя гонка в Германии стала кульминацией этого успеха. Благодаря безошибочному пилотажу в сложных погодных условиях со стороны самого Даниила, а также великолепной стратегии со стороны команды, которая наконец-то вернула ему долг за все прошлые неудачи, Квят смог завоевать третий, а для Торороса второй подиум в истории. Он стал некой наградой и знаком за проявленное упорство и бойцовский характер, который помог ему не опустить руки после тяжелейшего психологического падения и в итоге не только вернуться на прежние позиции, но и взлететь даже выше. В конце предыдущего видео я говорил о перспективах Даниила на ближайшее время. Тогда я делал акцент на то, что он имеет хорошие шансы вернуться в основную команду Red Bull. Правда связывал это в основном с большой вероятностью ухода Ферстаппена из-за неважных результатов Хонды. Однако японцы в этом году сделали огромный шаг вперед, ведь единственным, кто все-таки смог разбавить победную серию Мерседеса, является именно австрийский коллектив. И хоть о реальной борьбе за титул говорить пока рано, но их прогресс виден невооруженным взглядом. Слухи о уходе Макса в Мерседес живы и по сей день, однако ввиду последних результатов реальная вероятность его ухода «Крайне мала!» Дальше я хотел рассказать о неважных выступлениях Пьера Гасли, расписал об этом целый абзац и закончил вот такой вот фразой. Несмотря на то, что в коллективе уже заявили об отсутствии смен в составах до окончания сезона, я бы не доверял этим словам, так как они были произнесены Хельмутом Марком. А теперь представьте, что я чувствовал, когда уже на следующий день после написания этого текста была объявлена новость о переводе Алекса Албана в основную команду. Это еще раз убедило меня в полном отсутствии хотя бы малейшего доверия и уважения к словам этого австрийского дядьки. Многие болельщики сразу же стали негодовать насчет такого решения, ведь для тех, кто не знает, на момент начала предсезонных тестов у Алекса не было даже суперлицензии, необходимой для выступления в F1, а в итоге, уже через 12 гонок, его поднимают из Торороса в команду, которая в этом сезоне уже успела одержать две победы. К самому Албану вопросов нет. За небольшое время в Формуле 1 этот парень оставляет лишь позитивное впечатление о себе как человеке и как гонщике, поэтому я уверен, что он уж точно имеет право попробовать свои силы в основе. К тому же, даже если сейчас переход из Торороса в Red Bull смотрится как отличный шаг вперед, то подумайте, чего действительно можно добиться от такого решения в перспективе. Просто стать вторым номером в команде Ферстаппина и так и погаснуть в его тени? Точно так же, как я окончательно утратил доверие к Марка, Сейчас я полностью убежден, что Даниилу нужно стремиться попасть не в основную команду Red Bull, а наоборот, как можно скорее искать другие достойные альтернативы и бежать от этого концерна куда подальше. Не знаю, где именно он окажется в ближайшее время, но сейчас самое главное это не снижать набранные обороты и стараться продолжать показывать отличные результаты. Ну а наша задача, как болельщиков, во что бы то ни стало поддержать нашего парня и болеть за него изо всех сил. Не забывайте спускаться вниз, ставить лайки и нажимать кнопку подписаться. Поверьте, этим вы делаете очень большой вклад в развитие проекта. Хотел бы выразить отдельную благодарность Холлу, Бурунову и Яне за финансовую поддержку проекта. Напоминаю, если вы хотите что-то узнать или просто поддержать развитие канала финансово, то сможете найти ссылку в закрепленном комментарии. Бурунов хотел бы знать, что именно я планирую делать на стримах. Честно скажу, что с окончательным форматом я пока еще не определился и как всегда открыт для любых ваших предложений. Поэтому если у вас есть какие-то идеи, то обязательно напишите их в комментариях или в группе ВКонтакте. Однако думаю, что на первых потоках я буду делать лишь разбор полетов по результатам гонки и квалификации. Ну а дальше будем думать уже вместе с вами. Что же, надеюсь вам понравилось это видео. Ну а на сегодня на этом все. Удачи!